Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Большие планы правительство утвердило хронологию выполнения требований МВФ. Записка от террориста. Какое сообщение найдено на месте взрыва автобуса в Дортмунде? Школа хороших манер Сергея Лаврова. Кого глава российского МИДа воспитывал на встрече с госсекретарем США? Теракт с исламинской подоплекой. Это основная версия атаки на автобус немецкого футбольного клуба Баруси в немецком Дортмунде. Взрывы прогремели накануне вечером, когда команда выезжала на матч Лиги чемпионов с французским клубом Монако. Кто пострадал и что было в записках, найденных на месте преступления, узнаем у Татьяны Лагуновой. Она с нами на связи из Германии. Таня, здравствуй. Расскажи обо всем, что известно на данный момент. Добрый вечер, Наташа. Взрывы прогремели за час до начала матча между клубами Баруси, Дортмунд и Монако. Игроки Баруси уже покинули отель и на автобусе ехали на стадион. Взрывов было три. Это произошло, когда автобус проезжал по одной из улиц Дортмунда. Устройства были спрятаны в кустах на обочине трассы. Ранение получили два человека. Центральный защитник клуба «Испанец» Марк Бартра. Его прооперировали в больнице Дортмунда. И полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус. Команда, фанаты и политики в шоке. Ранен Марк Бартра. У него травмы запястья и руки. Он в больнице, но жизни ничего не угрожает. Команда в полном шоке. И это понятно. Мы все были потрясены, когда услышали об атаке на автобус игроков Баруси и в Дортмунде. От всего сердца мы желаем скорейшего выздоровления раненому футболисту Марку Бартре и полицейскому. Это ужасное преступление. На месте атаки, ну а позже и в интернете, полиция нашла сразу несколько записок. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты, активисты левого движения «Антифа». Эти записки уже проверили на подлинность. И буквально несколько часов назад прокуратура обнародовала основную версию теракт. Мы исходим из того, что у атаки террористическая подоплека, хотя мотивы до сих пор не ясны. На месте взрывов мы нашли несколько признательных записок одинакового содержания, которые указывают на вероятность исламистского следа. Авторы этих записок требовали вывести из Сирии немецкие самолеты «Торнадо» и закрыть авиабазу «Рамштайн». Есть и первый задержанный. Полиция арестовала исламиста, имя которого не называют. Еще несколько человек под подозрением. Их квартиры обыскивают. Наталья. Таня, матч, который должен был состояться накануне, перенесли на сегодня. Началась ли уже эта игра и насколько усилены меры безопасности? Да, Наташа, матч уже начался. Весь день полиция призывала зрителей прийти на стадион заранее, чтобы всех смогли тщательно проверить. Усиленная охрана самой арены, как в Дортмунде, так и в Мюнхене. Там сегодня играют клубы «Бавария» и «Реал». Сегодня на стадионе будет много полицейских. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности. На стадионе и возле него будут работать собаки и щейки. И мы сделаем все возможное, чтобы защитить команды и фанатов. Тревожное заявление сделали сегодня и немецкие силовики. Дескать, уровень террористической угрозы в стране крайне высок. И не исключено, что в ближайшее время могут произойти новые атаки. Киев. Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова с подробностями теракта в Дортмунде. Время пришло. Меморандум, подписанный с Международным валютным фондом, нужно реализовывать. Сегодня на заседании Кабмина озатачились сроками выполнения этих обязательств. Что сейчас в приоритете? И какое домашнее задание получили министры? Узнаем у Павлина Василенко. Меморандум с МВФ подписан. Теперь пришло время его реализовывать. Правительство сегодня утвердило план по внедрению в жизнь обязательств Украины перед фондом. А для того, чтобы уложиться в конкретные сроки, Кабмин обязал все ведомства отчитываться перед ним ежемесячно. Среди основных требований, напомню, создание рынка сельхоземель, введение обонплаты за газ и проведение пенсионной реформы. Последние министры уделили больше всего внимания. Главная задача сделать пенсионный фонд бездефицитным и повысить уровень выплат. У нас есть глобальная сотрудничество с МВФ. Они не смотрятся на только один параметр. Еще раз, мы работаем разом, чтобы запустить правильную пенсионную реформу. И, конечно, часть этой реформы должна быть современная. Сейчас мы все это работаем, все мы сейчас в комплексе анализуем. И будем узгодленный вариант подавать до Верховной Рады. Из-за продолжающейся торговой блокады Донбасса Кабмин сегодня продлил чрезвычайное положение в энергетике, которое ввели еще два месяца назад. ТЭС по-прежнему ощущает острую нехватку энергетического угля. Некоторые из них уже прекратили работу. Топливо для теплоэлектростанции добывают и на шахте Степная во Львовской области. Сегодня правительство поставило точку в расследовании взрыва, который произошел на шахте 2 марта этого года. Причина гибели восьми горняков – нарушение норм охраны труда. Была порушена схема, которая была подтверждена в Держпрации, про проветривание шахты. И таким образом, вместо 473 кубов поветра, в шахту поступало всего 156. И самое главное – не информирование людей, которые были в середине при проведении ремонтных работ, и которые не знали, что стан метану повышается. Я считаю, что тут нужно квалифицировать. Это очень и очень жестко. Потому что, на самом деле, должны принести покарание горы руководителей. Позвольняйте их негативно и проведите системную работу по каждой шахте государственной. Для улучшения безопасности работы шахтеров Кабмин выделит 200 миллионов гривен. А вот на дырявые дороги уйдет в разы больше. Миллиарды не уйдут в песок, пообещал глава Украфтодора. Во-первых, составит черный список подрядчиков, которых больше не допустят к ремонту дорожного покрытия. А во-вторых, появятся новые контролеры. Своеобразная полиция качества. В этом году в бюджете Украфтодора предназначено 20 миллионов гривен, которые мы предназначим на покупку мобильных лабораторий. Это будет наша внутренняя подпорядкованная руководитель Украфтодора, так называемая полиция качества, которая будет контролировать качество выполненных работ на дорогах. Не забыли министры и о пережитках прошлого. Снова вспомнили о декоммунизации, но уже не о сносе памятников и переименовании улиц. В этот раз собираются отменить абсолютно все нормативно-правовые акты советских времен. В завершении от Кабмина опять досталась нацкомиссия по противодействию коррупции. Министры хотели рассмотреть отчет о антикоррупционной политике за прошлый год, но решили, что при неработающем сайте декларации этот вопрос не актуален. Мы вернулись к НЗК, НЗК никак на это не реагирует. А есть руководитель НЗК? Нет? Не пришла? Видно, премию себе выписывают. Это не институционная недоступность, это профессиональная непосредственность, некомпетентность. Вернуться к антикоррупционным делам собираются уже на следующем заседании. Павлина Василенко, Сергей Килибник. Подробности. Телеканал Интер. Одновременно с заседанием Кабмина, буквально через дорогу в стенах Верховной Рады, депутаты разделывали под орех главу Нацкомиссии по регулированию энергетики Дмитрия Вовка. Что больше всего интересовало народных избранников и каков итог этого отчета руководителя комиссии, узнаем у Екатерины Лысенко. Вчера они весь день рассматривали законопроект о конституционном суде, который в итоге провалили. А сегодня по плану выступления нардепов и вопросы ратификации. И, по сути, для голосования законов остается только завтрашний день. Мы зарегистрировали постанову про продолжение работы парламента, для того, чтобы он стык разглядывать социальные законы, для того, чтобы законы про переселенцы будут разглядывать, а не те вещи политические, которые сегодня занимаются парламентом. И мы считаем, что месяц перерывы, то, что сегодня они не дошли, это граница для парламента и граница, что он будет месяц отдохнуть. Но какая-то отмена выходных недель голосов за это в зале попросту не наберется. А сегодня депутаты ждут полудня, когда в Раду должен прийти глава НКРЭ Дмитрий Вов, к которому уже готовят вопросы. Вов приходит, как про списание, и полчаса рассказывает о своей работе. К отчету, видно, подготовился. Даже слайды и видео захватил. Но его монотонное выступление в полупустом зале прерывают. Нардепам хочется скорее перейти к конкретным вопросам. Пане Голово, я вас, будь ласка, прошу, последний подсумок. Одна минута, потому что люди хотят задать вам вопросы. Первым делом у Вовка спрашивают об обенплате за газ. Решение, которое НКРЭ уже приостановило. Но у главы регулятора ответ один. Все по закону, принятому самими же нардепами еще в 2015-м. Тогда за закон на рынке природного газа голосовали, в том числе, Народный фронт с радикалами. Комиссия это делала в соответствии к законодательству, коалиционные угоди и закону природного газа, который голосовали 290 народных депутатов. Люди за 25 лет проводили себе газопроводы за свои деньги, а вы их заставляете за комфорку 100 гривен платить. Совесть есть у вас. Проверю, что голосовали вы особо за закон природного газа, и поэтому буду последовательно выполнять решения, которые приняты в этой зале. Я хочу обратить вашу внимание, кто же это все критикует, и кто это вам сейчас рассказывает, все эти политические балочки. Те, кто 2 года назад весь парламент, радикальная партия, Батьковщина, самопомощь голосовали за приняття закону про рынок природного газа, который именно и предпочитает разделение платы за газ на две части, або он плата и плата безусловно за споживание. В то же время Вовк сказал, что по поводу введения абонплаты будут проводиться дополнительные консультации, на что зал ответил очередными нападками. Вам не консультации нужно проводить, пане Вовк, с общественностью, а нужно писать заяву про звольнение, и не ховаться за 18 месяцами индульгенции, которые вам надав президент Украины. Звольняйтесь. Из вас, пане Вовк, стрелочник вышел непоганый. То вам винны депутаты, то вам винен премьер-министр Яценюк. Пропоную вырешение также с этой проблемой. Законопроект номер 6073 про повнюю замену всех членов НКРЄКП. Но глава НКРЄ сказал, что он уже почти уволен. Правда? Через полгода. Ну а что касается цену на газ, то Вовк сказал, такой тариф устанавливал нерегулятор. Тариф на газ в руках НКРЄКП, и не исключено, что и главу этого ведомства вскоре пригласят в Раду для отчета. Тут может быть какие-то кадровые решения, причем претензии до керевництва «Нафтогаза» уже давно висловлюются. «Нафтогаз» захопился самостоятельным разведом. Есть определенные европейские принципы по разделению деятельности. То есть каждая компания должна заниматься отдельным видом деятельности, а не монополизировать этот рынок. Если компания занимается и производством, и транспортированием, и продажем, это в Европе уже считается непринятым и считается случайным. Мы делаем либо рынок газа, вы знаете, мы проголосовали законопроект, но рынка газа у нас нет. Вы не можете выбрать потребителя, вы не можете выбрать компанию, когда есть конкуренция, всегда будет снижаться цена. Вы не можете этого сделать. А почему нет конкуренции? Потому что у нас есть компания «Монополист» – это «Нафтогаз». Что же касается отчета Вовка, который, к слову, занял два часа, то, по большому счету, никаких решений не последует. И единственный результат – это то, что депутаты услышали и увидели главу НКР. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Иван Ермаков, подробности, телеканал «Интер». А между тем, зарплатный фонд менеджеров «Нафтогаза» за прошлый год раздулся в 13 раз. Это следует из годового финансового отчета компании. Напомню, тарифы на газ для населения и промышленности выросли более чем в 4 раза. А на субсидии сейчас претендует около 20 миллионов украинцев. По сути, это половина страны, им нечем платить. Куда уходят деньги и почему украинский газ продают по цене импортного, разбирались мои коллеги. Скандал в украинском газовом «Монополисте». Только вчера один из главных кредиторов Украины, Европейский баннер реконструкции и развития, заявил о провале реформирования «Нафтегаза», как сегодня всплыли цифры годового финансового отчета компании. Выяснилось, за прошлый год зарплаты руководителей НАК выросли в 13 раз. В среднем каждый из 10 топ-менеджеров компании заработал по 8 миллионов гривен. Эти кадры журналистам удалось снять еще в позапрошлом году. Элитный поселок на берегу Киевского моря. Закрытая территория, камеры наблюдения, ключевая проволока, вооруженная охрана. Это дом главы «Нафтегаза» Андрея Коболева. 300 квадратов стоимостью 1 миллион долларов. Тогда он забыл внести жилье в декларацию, заявив, что арендует его. В то время, как украинцы этой зимой считали, сколько должны по новым платежкам, глава НАК получал более 2 миллионов гривен в месяц. Это наш котел. Мы нещодавно его заменили на немного экономнейший. И это наша газовая колонка. Это уже не элитный пригород столицы – Кропивницкий. Преподаватель английского Юлия живет с мужем и двумя детьми в частном доме чуть больше 50 квадратов. Этой зимой ждали не субсидии и обещаний политиков, а чтобы морозы не крепчали. Ведь платить попросту нечем. С ростом стоимости газа таких украинцев оказалось более 20 миллионов человек. Платить по новым тарифам половина страны попросту не может. И не должны, уверен эксперт по энергетике Валентин Землянский. Ведь людям по закону должны продавать не импортный, а украинский газ нашей добычи, которого хватает для нужд населения. И стоит он далеко не по 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. Если его считать по цене добычи, еще раз, плюс деньги в развитие компании, в операционную Укргаздобычу, то его цена должна составлять 80 долларов. Это, извините меня, не 6,879, как есть сейчас, 2,5 тысячи гривен мы переплачиваем ежемесячно, потребляя газ, то есть все потребители Украины. По кругу, получается, если посчитать, то это дополнительные 1,7 миллиарда долларов, которые получает НАК «Нафтогаз» Украины. Украинцы потребляют газ нашей добычи, однако платят не по 80, а по 250 долларов за тысячу кубов. Как за импортный. Именно отсюда миллиардные прибыли компании, говорит эксперт. Более того, почти весь газ, который мы покупаем в Европе, на самом деле российский, уверен Валентин Землянский. Только теперь Украина еще оплачивает и услуги фирм-посредников. Одна из них – немецкая компания «Трейлстоун», зарегистрированная в Шоре на Кайманских островах. Еще в позапрошлом году вокруг компании разгорелся скандал. Тогда журналисты и некоторые депутаты заявили, что фирма может быть связана с депутатами Народного фронта и директором по развитию нефтегаза Юрием Витренко. Только за прошлый год за счет завышенной в три раза стоимости газа, которую выставляет людям, прибыль нефтегаза составила 26 миллиардов гривен. Однако где эти деньги – неизвестно. Когда я услышал последние сентенции Коболева, первое, о том, что низкая цена на газ равняется коррупции. Коррупция равняется Коболев, вот запомните, пожалуйста. Вот Коболев равняется коррупцией. Второе, он нас готовит к тому, что они провалят программу подобычи и не будет хватать украинского газа, и надо будет закупать. А я понимаю, что они закупают сами у себя фирмы-прокладки, и для Леверса они создали давно. Это реальная угроза независимости. Ведь из-за высокой цены газа останавливается и украинская промышленность. Бюджет теряет миллиарды гривен, а десятки тысяч украинцев – работу. Тем временем вскоре люди могут увидеть новые цифры в платежках. Куда уходят деньги людей и почему люди вынуждены переплачивать за газ – эти вопросы уже к правоохранителям. В парламенте уже потребовали от НАБУ и Генпрокуратуры проверить деятельность нефтегаза. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности – телеканал «Интер». Провести референдум по вопросу земельной реформы призывает глава социал-демократической партии Сергей Капля. Нардеп встретился с руководителями профсоюзов Украины и предложил объединиться против распродажи главного ресурса Украины – земли. Напомню, по закону для вынесения вопроса на всенародное обсуждение необходимо собрать не менее трех миллионов подписей украинцев. Первого мая отдельно мы проведем и запустим процесс референдума по земле. Закон предполагает, что должно произойти учительное собрание. Граждане Украины всем, чтобы формально начать процедуру референдума. И вот первого мая мы собираемся сделать этот очень важный шаг. Потому что у нас есть четкое убеждение – земля должна принадлежать украинскому народу и украинскому государству. Мы не должны повторить опыт Мексики, опыт Аргентины, других, в том числе европейских стран, где Международный валютный фонд просто отжал землю у простых обычных людей, разрушив промышленный комплекс. Если ситуация в зоне АТО будет обостряться, украинские танки готовы вернуться на передовую. Об этом президент Украины заявил во время своего визита в одну из воинских частей в Луганской области. После встречи с военными Петр Порошенко отправился в областную больницу, которая передал 60 медицинских автомобилей, оборудованных современной техникой. Президент заверил, что будет продолжать делать все возможное, чтобы не позволить России отделить Донбасс от Украины. Крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое оружие выдвинуло с передовых позиций. Проте все танковые части, все танковые подраздели находятся в полной боевой готовности. И мы в этом сейчас переконались. И за потреби готовы в наикоротший термин повернуться до вызначенных мест для смысления наших оборонных рубежей. Ситуация под Авдеевкой остается напряженной только за сегодняшний день. В штабе АТО уже зафиксировали более 20 обстрелов в позиции украинских военных. Два бойца получили ранения. На этом направлении боевики активно применяют крупнокалиберные минометы и даже танки. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Это бывший дачный поселок в пригороде Авдеевки. Еще зимой тут были позиции пророссийских наемников. Теперь эта территория под контролем наших военных. Хотя некоторые участки все еще приходится преодолевать перебежками. Виталий очень осторожно пытается показать нам ту самую есиноватскую развязку, за которую еще две недели назад шли ожесточенные бои. Но выдвинуться за бруствер наемники просто не дают. Заявленное перемирие наши военные под Авдеевкой так и не почувствовали. Едва ли не каждый день на позициях есть раненые. Поэтому бойцы, используя каждую минуту затишья, пытаются глубже зарыться в землю. Это единственный шанс выжить во время вражеского артобстрела. Часа в четыре вечера выехали два танки. И получается весь боекомплект выпустил по соседней позиции. Еще год назад Иван был пресс-офицером 72-й Белоцерковской бригады. Но в бой за пригород Авдеевки вступил уже как заместитель командира батальона. Офицер говорит, после такого формального перемирия можно ожидать только эскалации. Я думаю, что с закінчением тиши, можно так сказать, после Пасхи, тут все начнется с новой силой разгореться. И они будут стараться тут максимально нас подвинуть назад. А вот в самой Авдеевке сегодня высадился зубной десант. Три мобильных стоматологических кабинета приехали из столицы. Пока медики разворачивают оборудование, бойцы выстраиваются в очередь. Военным оказывают все стоматологические услуги. От обычной помбы до протезирования. И все это бесплатно. Не хватит. Таких стоматологов не страшно. Это только по началу. Да? Да. Стоматолог Салим уже в третий раз приезжает на линию фронта. Украина для врача-ливанца стала второй родиной, поэтому оставаться в стороне не смог. Уже завтра мобильная стоматология отправится на передовую. В Марьинку. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Трехсторонняя контактная группа подтвердила полное соблюдение всех ранее принятых обязательств в преддверии пасхальных праздников. В том числе это касается и режима прекращения огня. Украина в ходе заседания потребовала прекратить рейдерский захват предприятий и вернуть их законным собственникам, а также убрать псевдограницы в Ордло, из-за которых украинская сторона ограничила движение грузов через линию соприкосновения. Договорились также разработать в рамках подгрупп по безопасности механизм предотвращения эффективного контроля и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня и инцидентами с персоналом и оборудованием миссии ОБСЕ. Кто вас учил манером? Это первые слова российского министра иностранных дел, которые он произнес на сегодняшней официальной встрече с госсекретарем США. Кого Сергей Лавров учил сегодня хорошему тону и каких результатов ждут от его беседы с Рексом Тилерсоном? Подробнее Дмитрий Анопченко из Вашингтона. Они проговорили пять часов и вместе с делегациями, и один на один, и во время ланча. В отличие от Бориса Джонсона, Рекс Тилерсон свой визит в Москву не отменил. Но все понимали, после химической атаки в Сирии диалог будет абсолютно иным, чем мог бы быть еще несколько дней назад. Пресса писала, что госсекретарь везет в Москву ультиматум. Москва заранее заявила, что, мол, язык ультиматумов с нами не работает. Понятно, что начало встречи было нервным. Настолько нервным, что министр Лавров отчитал американских журналистов. Эту ситуацию пресс-служба МИДа России уже назвала базаром, поведение прессы бесцеремонным. Я связался с журналистами, которые сопровождают сейчас Рекса Тилерсона в этой поездке. И вот что выяснил. Дело в том, что в Соединенных Штатах принято, что даже во время протокольных мероприятий, когда понятно, что вопросы и ответы не предусмотрены, те, кто входит в журналистский пункт, те, кто постоянно освещают работу, к примеру, Госдепа или Белого дома, имеют право выкрикнуть вопросы. Но ньюзмейкеры уже сами решают либо несколько фраз кинуть, либо просто улыбнуться и продолжать позировать на камеры. Так происходит во время большинства мероприятий здесь, в Вашингтоне. И в ходе визитов тоже. Но в Москве к такому не привыкли. И Лавров вспылил. Кто вас воспитывал? Кто вас учил манером? Дальше были короткие заявления, которыми два министра открыли встречу. Журналисты, сопровождающие госсекретаря, говорят, что такой формат предложила российская сторона. Ведь если Тилерсон и Лавров не договорятся по принципиальным моментам, то и выходить к прессе не с чем. А картинка диалога нужна. Слова обоих дипломатов были подчеркнуты безэмоциональными. Если учитывать, что их встреча проходит на фоне одного из самых напряженных моментов в отношениях Кремля с новой американской администрацией. Главный месседж. Мы постараемся выяснить позиции друг друга. Сегодняшняя встреча – важный момент в отношениях между нашими странами. Мы должны уточнить совместные цели и интересы. Да, у нас разные тактические подходы к решению проблем, но цели одни. Главное из этих целей – нормализация ситуации в Сирии. Накануне у пресса была возможность задать в телефонном режиме вопросы спикеру гостепа Марку Тонеру. Он сказал, что на переговорах в Москве Тилерсон очень четко заявит о необходимости ухода Асада. Сообщил, что Вашингтон располагает серьезными доказательствами того, что именно Асад использовал химическое оружие во время недавних атак. И понятно, что именно эти темы Лавров и Тилерсон и обсуждали за закрытыми дверями все эти пять часов. Что это было основным? Полтора часа назад, так и не выйдя к прессе, Лавров и Тилерсон прервали переговоры, чтобы продолжить их уже в Кремле с участием Путина. И еще один важный момент, о котором я обязательно должен сказать. Американская пресса попросила госдеп прокомментировать слова, которые приписывают госсекретарю Тилерсону. Якобы сказал он их во время итальянской встречи министров Большой Семерки. Сказал о том, что почему американские налогоплательщики должны заботиться о конфликте в Украине. Марк Тонер, пресс-секретарь госдепа, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли эти слова сказаны, или это только слухи. Но сделал очень важное заявление, вот я его даже процитирую. Госсекретарь максимально четко высказался в поддержку американской позиции по Украине, поддержку минского процесса и санкций против России и сепаратистов. Он сделал это очень четко, в том числе и в разговоре с президентом Порошенко, в котором подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов не поменялась, и Вашингтон поддерживает Украину и по-прежнему требует полного выполнения минских соглашений. Это была цитата. По всей видимости, в этом ключе Рекс Тилерсон и высказывался в Москве. По крайней мере, в этом заверяют в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В эти минуты встреча в Москве продолжается. Дмитрий Анопченко ожидает ее результатов. И как только появится информация, мы выйдем с ним на связь. Попытка номер два. Совбессон сегодня снова попытается проголосовать за резолюцию по Сирии. Документ этот требует от сирийского правительства сотрудничать в рамках расследования химической атаки в провинции Идлиб, которая произошла на прошлой неделе. Рассмотрение резолюции запланировано на 22 часа по Киеву. Предыдущее заседание закончилось безрезультатно. Против этой резолюции выступила Россия, которая, как известно, обладает правом ветом. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Операцию сотрудники областной прокуратуры, СБУ и полиции готовили долго и тщательно. Подозреваемых удалось задержать прямо в аэропорту Борисполь, когда организатор прибыл на пару дней в Киев. Пособники встречали своего главаря. Они вишукували людей, которые были в скрупном материальном установке, также людей, которые имели от них определенную залежность, и под определенным натиском сделали их залежными от того, чтобы они были обязаны отдать часть своих органов. Безусловно организатором есть гражданин Туречкины, гражданин Украины есть пособниками. Двое из задержанных граждан Турции. Первый проживал на родине, где и организовывал сбыт. Другой с 1994 года в Киеве он собирал живой товар. Одна из группы их украинских подельников, 36-летняя девушка, сама продала почку, потом втянулась в преступный бизнес. Схема выглядела так. Доноров набирали в основном через сайты объявлений о работе, сулили высокие заработки, потом на самом деле предлагали продать органы. Согласившихся везли в Турцию для операции. После платили донорам гроши. СБУ называет суммы в 15 долларов. Сами же подозреваемые зарабатывали на продаже до 100 тысяч долларов за операцию. Таких групп, к сожалению, у нас много. То, что было выявлено сотрудниками полиции, это часть, верхушка айсберга. Как правило, ловят максимум 15-20% от общего количества групп людей, которые занимаются преступным промыслом, трансплантацией или обманом людей. Правозащитник Эдуард Багиров считает, что вину трансплантологов доказать будет чрезвычайно сложно. Необходимы следственные действия непосредственно на месте изъятия органов. Однако в областной прокуратуре утверждают, у них достаточно улик и свидетельств. Это очень сложная категория справ, действительно, но у нас выбраны безоперечные доказы именицах людей. Я уверен в том, что все справы мы все доведем до логичного завершения, до судового расследования. Доказы есть слегка, и все винные особи однозначно будут отвечать перед законом. Бизнес на человеческих жизнях процветал с сентября 2015 года. Сейчас задержанные дельцы дают показания. Им может грозить до 15 лет заключение с конфискацией имущества. Геннадий Вивденко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Двое осужденных экс-бойцов спецроты Торнадо устроили драку прямо в следственном изоляторе. По словам замначальника Лукьяновского СИЗО Александра Савченко, один из заключенных, Илья Холод, разбил другому голову, толкнув его на стену. Имя пострадавшего пока не называют. После драки его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Причину конфликта сейчас выясняют. Открыто уголовное производство. Я напомню, что бойцов роты Торнадо, включая их командира Руслана Онищенко, задержали и арестовали 17 июня 2015 года. Часть из них получила сроки за обвинения в тяжких преступлениях, пытках, изнасилованиях и угрозах убийства. В следственном изоляторе между двумя увязненными выникла конфликтовая ситуация, в связи которой один увязненный нанес другому телесные ушкоджения. По данному факту было вызвано оперативную группу районного управления полиции Шевченкевского района. Складены необходимые материалы, поведомлено прокуратуру города Киева. В Николаеве снова стреляли в активиста-антикоррупционера. На этот раз целью киллеров стал Денис Борошковский. Кому он не угодил, выяснял Кирилл Ющишин. Нападение произошло в 7.40 утра. Жертва киллеров, активист и волонтер Денис Борошковский. Он как раз отвел детей в школу и возвращался домой. На Дениса напали в парке. Сначала брызнули в лицо из газового баллона. Потом в ход пошло огнестрельное оружие. Борошковскому удалось увернуться. От первой пули она попала в руку и прошла на вылет. Денис попытался убежать, но ему выстрелили в спину. Все это происходило на глазах его жены. Держал руку правую и кричал, вызывайте полицию. Я ничего вначале не поняла. Думала, может быть, случилось что-то с кем-то. А потом поняла, что что-то с ним не так. Выбежала на улицу, увидела, что он ранен. Поранение у меня тех тканей грудной клетины справа и поранение правой кисти. Раны с травматичной оружием. Преступники скрылись во дворах. По словам свидетелей, они сели в машину и уехали. Сам активист связывает покушение со своей общественной деятельностью. Благодаря работе Центра антикоррупционных расследований в Николаеве в прошлом году прекратили работать незаконные автовокзалы. А вчера на остановках снова появились нелегальные маршрутки. О чем Денис написал у себя на страничке в соцсети. У меня одна только версия, что это связано с, скажем так, транспортной системой города Николаева и нелегальными вокзалами, с которыми мы более полутора лет пытаемся навести порядок. Транспортная мафия, конечно, нелегальные отправления приносят огромные прибыли. Несмотря на резонанс, в полиции пока даже не возбудили уголовное производство. Более того, сам факт – нападение не внесли в реестр преступлений. На данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. На месте происшествия изъято две гильзы. На правовую квалификацию у нас есть целые сутки, пока этот вопрос решается. Коллеги Борошковского возмущены бездействием полиции, но не удивлены, говорят, их организация многим как кость в горле. В том числе областной администрации, мэрии и лично губернатору Савченко и городскому голове Сынкевичу. Я думаю, Дениса не запугаешь. Там его хотели, я думаю, все-таки покушение на убийство было. Не жалуются наши власти. То есть он говорит прямо о недостатках Сынкевича и Савченко. Прокуроры меняются, главные менты меняются, а все как было, так и остается. У нас ситуация совершенно не изменилась с борьбой с преступностью. Чуть меньше года назад неизвестные застрелили родного брата Дениса Борошковского Петра. Сегодняшнее покушение уже третье нападение на николаевских активистов за последние полгода. Ранее преступники два раза пытались убить Дмитрия Макса. Резкий рост преступности в Николаеве отмечают после смены руководства обл. администрации. Новый губернатор Алексей Савченко хоть и обещал борьбу с криминалитетом, но пока результаты говорят об обратном. Сам Савченко очередное вооруженное нападение на активиста комментировать журналистам отказался. Дескать, пусть следствие разбирается. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Национальное антикоррупционное бюро может начать расследование проблемы львовского мусора, если это будет входить в его компетенцию. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, который отметил, что его предыдущее высказывание относительно проверки деятельности львовского мэра Андрея Садового касалось вовсе не проблем с мусором, а декларации городоначальника. О результатах он пообещал отчитаться уже в ближайшее время. А пока во Львове распродажа. Такую политику решил ввести Львовский городской совет относительно своих активов. Коммунальное имущество львовские чиновники раздают почти даром. Кому и почем разбиралась Галина Якушко. 73 коммунальных помещения Львовский городской совет передал в частные руки в прошлом году. Цена квадратного метра в центре города стартовала от 70 долларов. Это решение Львовской городской рады, которые не были заводованы городским главой, который в тот же время был лидером политической партии самопомощи. 72 объекты, которые были отчужены городской радой без аукционного шляхом выкупа за очень низкой ценой. Площадь руинок. Раньше в этом доме был универмаг. Сейчас популярная пивная. Здание находилось в собственности городского и областного советов. Пять лет назад свою часть горсовет продал частникам по фантастической цене 3000 гривен за квадратный метр. Продавать почти даром свою часть в облсовете не согласились. Место продало чуть больше, чем за 6 миллионов гривен. Я думаю, не меньше, чем 50-60 миллионов гривен мы продам. Хотя площадь фактически та самая. А это улица Мартовича, тоже центр за помещение. В этом доме владелец выложил менее 5000 долларов. Сумма небывалая для такого престижного района. Активисты в риэлторовском бизнесе, местных чиновников без труда разглядели коррупционные схемы. В каждом предприятии, которое продано коммунальному, есть его доля. Поверьте мне. Конечно, я сейчас веду умову про Андрея Ивановича Садового. Продажа предприятий – это никакая не политика, это просто бизнес. И торговля коммунальных предприятий – это просто бизнес. Никакого дбанья про господарство там нет никакой умовы. Почему коммунальные помещения городские чиновники продают без аукциона? Ответ на этот вопрос нам удалось получить лишь с третьей попытки. Почему не было право на аукцион? Оскільки орендарь имеет право на выкуп, поэтому Львовская міськая рада решила, что данные нежитловые помещения подлагают выкупу. А чем руководила Львовская рада? На публичные торги львовские чиновники выставили в прошлом году лишь 11 объектов. Все остальные продали без конкурса. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер Львов». Блокирование трибуны, потасовка, крики. Так депутаты в Днепре снимали с должности секретаря совета и главу бюджетной комиссии, обвиняемых в колоссальной растрате бюджетных средств. Удалось ли избранникам задуманное? Подробнее в материале. В зале присутствует большинство депутатов, но регистрироваться не спешат. Сначала выдвигают мэру требования. Первым поставят на голосование вопрос отставки секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и главы бюджетной комиссии Артема Хмельникова. Напомню, их обвиняют в коррупции. Подозревают, чиновники украли из городского бюджета 500 миллионов гривен путем тендерных махинаций. Заказали и оплатили работы, которые в действительности никто не проводил. Мы будем голосовать после того, как спасают первым вопросом о том, чтобы снять главных партнерам нашего города, которые убежали сегодня людьми, оказалось, что все люди, все СМИ. Это всегда сложно. Но к голосованию так и не приступили. В сессионном зале начались потасовки. Кому-то не давали слова, кто-то блокировал трибуну, досталось и секретарю Вячеславу Мишалову. Длились депутатские баталии более часа. Затем мэр объявил, потерял свою карточку. Страсти угасли только после перерыва. Но начать сессию так и не удалось. Многие депутаты не захотели регистрироваться. Опасаются. Получив кворум, промерское большинство может сорвать голосование за отставку секретаря и главу бюджетной комиссии, что лишь подтвердит их легитимность. Поэтому требует, чтобы подозреваемые в коррупции ушли добровольно. Мы регистрироваться не будем. Знаете почему? Потому что политическая смерть это покрывать коррупционеров. И делать все, чтобы эти кадровые вопросы не прошли. А по большому счету... А скажите, что они делают? Давайте зарегистрируемся голосовать. Господин Хмельников и Мишалов не голосовали за перенос первого вопроса, а просто честно покинули свои насиженные кресла. И не держались зубами, ногами и как только можно. Но добровольно освобождать кресло ни глава бюджетной комиссии, ни секретарь не захотели. Обвинения в коррупции не признают. Попрошу быть очень осторожным в словах. То есть, честно говоря, уже порядка 25 исков находятся. Они небольшие, по 100 тысяч гривен. Но нужно будет потом ходить в суды. Это раз. А скорее всего еще и проиграть это два. Это будет неприятный как бы прецедент. А я это не брошу, доведу до конца. Это как бы моя честь и мое имя. Все эти обвинения носят сугубо политический характер и обвинения, связанные, мне кажется, с той ситуацией дестабилизации в городском совете. Голосование за отставку чиновников, подозреваемых в коррупции, перенесли на завтра, 13 апреля. Елена Менделюк, Евгений Коненцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Сбербанк в осаде. Третий день не работает отделение в Харькове. Радикально настроенные молодые люди по-прежнему сидят у стен финучреждения. Расположившись в креслах, они слушают музыку. В понедельник там заложили вход кирпичными блоками. Чтобы их убрать, полиции вместе с нацгвардией пришлось оттеснять недовольных силой. Радикалы настаивают, что акция бессрочная. Не уйдут, пока банк не закроется. Того же требуют и в Днепре. Сегодня там заклеили все окна и двери отделения листовками. Перед входом соорудили импровизированный блокпост. Сложили мешки с песком, муляжи гранат и болванки от снарядов. Представители национального корпуса заявляют, что будут блокировать российский банк, пока он не прекратит свою работу. В Одессе все те же представители корпуса установили палатки возле отделения на улице Решильевской. Разрисовали стены краской, оклеили листовками. Требования такие же. Сбербанк должен закрыться. Но есть и еще одно привлечение главы НБУ к уголовной ответственности за якобы расхищение госсредств в особо крупных размерах. Наша цель это, чтобы Сбербанк прекратил существование на территории Украины, либо работал в рамках законодательного поля Украины. То бишь, Сбербанк в данный момент отпускает кредиты и обслуживает террористические группировки, что полностью противоречит законодательству Украины в принципе. У украинской дочки Сбербанка появился инвестор, это гражданин Великобритании и России Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести более 77% акций. Его имя указано в документах, которые НБУ получил для согласования на продажу. Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины. Старые скандалы по новому сценарию. Французские СМИ накопали, что кандидат в президенты Франсуа Фион намного раньше трудоустроил свою жену, чем предполагалось еще в начале 80-х. Причем с зарплатой втрое выше минимальной. Добьет ли очередной скандал рейтинг политика и как обстоят дела у его конкурентов? Елена Абрамович расскажет подробнее. Пенелопа Гейт обрастает все новыми фактами. Франсуа Фион оказывается намного ранее, чем думали. Еще в 1982 году помог своей жене трудоустроиться. Об этом сообщило французское сатирическое издание Le Canard. Политик пристроил свою вторую половину в Министерство обороны на зарплату 6 тысяч франков. Трое выше минимальной. На очередной вопрос журналистов о новых зацепках в этом деле Фион ответил категорически. Больше никаких комментариев. Я не буду подпитывать эту серию клеветы с откровениями 36-летней давности, которые тщательно сливают разные госведомства всего за 10 дней до выборов. Раньше Фион на обвинение в трудоустройстве семьи отвечал, что не видит в этом проблемы. Сейчас против него ведутся расследования. Жена Пенелопа пару лет назад разоткровенничала с журналистами, что на самом деле на работе не появлялось. После публикации архивной видеозаписи Франсуа Фион опустился в рейтингах с первого на третье место. А на днях вообще вылетел из тройки лидеров. Его подвинул крайне левый Жан-Люк Меланшон, которого сейчас особо активно стали критиковать все конкуренты. Если посмотреть на программу Жан-Люка Меланшона, она нереалистична, в какой-то мере даже опасна на международном уровне. Он предлагает мир, но на самом деле его предложение – это устройство мира по схеме Путина. Он хочет мира путем разоружения страны во время наивысшей угрозы терроризма. Кандидаты в последние недели предвыборной кампании обвиняют друг друга с особым рвением. Так Макрон назвал троих соперников очарованными Путиным. Фион тоже вспомнил о России и обозвал ультраправую Марин Ле Пен русской матрешкой. А проевропейского Макрона – наследником нынешнего президента Франсуа Аланда. Сам Аланда, который старается вообще не комментировать кампанию, тоже не сдержался. «Все это плохо пахнет», – заявил он в ответ на прогнозы, что во втором туре могут оказаться не Макрон и Ле Пен, а уже Меланшон и Ле Пен. Чтобы в финал не вышли два евроскептика, эмоцентристы Эммануэля Макрона публично поддерживают все больше европейских политиков. Из последних – министр финансов Германии. Французские выборы – дело нешуточное. Из 11 кандидатов – 7 за выход Франции из НАТО. Чуть менее обещают покинуть Евросоюз. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». И давайте вернемся к визиту госсекретаря США Рекса Тилерсона в Москву. С нами на связи мой коллега Дмитрий Анопченко. Дима, здравствуй. Расскажи, что тебе известно, завершилась ли встреча, и если да, то каковы ее итоги? Продолжение следует. Договорились о том, что будет проведено международное расследование в рамках Организации по контролю за химоружием. Это первый важный момент. Второй важный момент. Лавров подчеркнул, что обсуждали Украину, обсуждали очень детально. Но только представьте, больше пяти часов он разговаривал с Тилерсоном, более двух часов разговаривали они втроем с участием Путина. То, что подчеркнул Лавров, сказал, что, во-первых, и Москва, и Вашингтон выразили свою приверженность минским договоренностям. Еще раз подчеркнули, что они должны быть в полной мере выполнены. И Россия настаивает на том, чтобы помимо нормандского формата, нормандской четверки, еще было по поводу Украины и прямое общение, прямая линия связи между Вашингтоном и Москвой. Вот это, в принципе, главное заявление. В эти минуты Лавров еще выступает. Ждем буквально с минуты на минуту. Дадут слово Рексу Тилерсону. Ну и он уже расставит свои оценки. Скажет о своей позиции и о своем видении этого непростого дня, этих непростых переговоров. Вот пока что самое главное, что могу сообщить. Спасибо тебе, Дима. Дмитрий Анопченко о подробностях и об итогах общения Рекса Тилерсона с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. На сегодня это все новости. Я, как всегда, желаю вам хорошего вечера, хороших новостей. Прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин